the alex ss 86 очень категоричного в своих убеждениях он пишет что на его взгляд чтобы в стране был порядок и процветания надо поступить со всей верхушкой как с николаем вторым а потом сделать как в китае но это я так по в отношении провинившихся чиновников прилюдно по пуле в сердце можем ли мы такое обсуждать николай с alex ss 86 первых к алексу во вторых к всем кто смотрит и будет смотреть эту трансляцию этот видеоролик я понимаю прекрасно что ненависть зашкаливает созданы невыносимые условия люди обижены оскорблены очень подло поступили с с народом и это вызывает ненависть и ярость особенно у тех кто занимается оппозиционной политикой я не могу передать какой взрыв вот каждую минуту в моей голове насколько у меня скрипят зубы от злости когда я читаю то что сегодня сделала власть то что она планирует сделать завтра это это отвратительно но мы не имеем права перед собой и перед законом мы перед собой не имеем права давать волю эмоциям давать волю чувствам мы должны понимать последствия наших эмоциональных всплесков вы можете что угодно сказать этой фразой вы ситуацию не измените но дадите возможность власти вас упечь за решетку они избавятся от того кто мешает и они бы хотели чтобы каждый кто не согласен с властью сделал какой-то незаконный призыв и они каждого упрятали бы за решетку ну если тюрем хватит да если будет небольшое количество они в принципе с этим справиться и они возьмут и обезглавят сознательную часть российского населения российского общества и все кто представляют для них опасность те кто отказывается мириться отказывается молчать они просто упрячь за решетку попробуй сказать что это беспредел но есть уголовный кодекс человек его нарушила вот давайте вот мы вам на суд на ваш вот читайте вот смотрите вот значит формулировки оцените сами это что не нарушение закона и мало кто скажет что это беспредел потому что действительно будет нарушение закона поэтому не давайте повода для власти для политического руководства для правоохранительной системы вас таким образом исключить из политической борьбы что касается суть того что вы сейчас что вы сейчас сказали речь идет не о возмездии речь идет о том чтобы изменить курс который сегодня идет про проводится в нашей стране а для того чтобы курс изменился народ должен решить вопрос политической власти есть легальные законные механизмы достижения этих этих целей они делают все чтобы даже с точки зрения вот маловероятных каких-то сценариев чтобы в принципе упразднить эти возможности в тот момент когда они это сделают общество не останется возможности мирно легально законно значит будут другие какие-то варианты общество будет ставить этот вопрос отвечать на этот вопрос уже с другими итогами не самыми конструктивными но пока есть эти механизмы люди должны сделать все чтобы народ чтобы эта идея охватила сознание миллионов людей чтобы люди сплотились согласно своих и своим и своих и своих интересов своих свое место которое нам каждому отвели вот в этой грабительской системе мест место на как раз в ряду ограбленных понимаете и мы должны с вами ставить вот это во главу угла это является единственным принципиальным вопросом общество народ трудящиеся должны решить вопрос политической власти и в этом случае власть будет в руках на большинство в руках трудового народа и законы и исполнение этих законов будут в руках трудового народа как поступить с теми кто грабили нашу страну или там каким-то образом измывались там я не знаю изживали наших сограждан это второй вопрос второй вопрос да решать его также должно население да также большинство но это второй вопрос принципиальный вопрос это вопрос политической власти пока этот эта тема не будет разрешена никакая проблема в нашей стране решена не будет поэтому как бы у вас сердце не пылало да не ярость не переполняла вас нужно держать себя в руках я по себе знаю как это непросто я по себе с моим радикальным мировоззрением и характером очень сложно описать вам каких сил дается говорить этим арабьим языком вот этим изоповским языком вот поэтому лезвию ножа каждый день идти я в думе саратской областной депутатом который являлся вы можете посмотреть там тысячи видеороликов когда ты встречаешь ну просто омерзительную позицию своего оппонента и тебе это горит в лицо с кристально чистыми прозрачными глазами то есть это говорят люди которые верят в это или там красиво исполняют свою роль и вот тебя просто трясет от тех хочется сотворить страшное и тебе приходится перешагивать через себя потому что этим ты проблему не решишь этим ты только дашь возможность облегчить задачу власти эту грабительскую политику проводить дальше потому что тебя в этой борьбе уже не будет тебе дадут срок 10 а 15 25 лет и все а дальше ты уже пользы там вряд ли какой-то принесешь оттуда из-за стенок на эти очень ограничены возможности он тут вот алекс иванов своевременно уточняет а это что сознательная часть кто считает что надо полю в башку ну подождите что такое сознательный человек сознательный человек это человек с критическим мышлением человек который задает вопросы да это человек который берет на излом сознательный человек от который слышит позицию власть там заявление президента или инициатива там депутатов от единой россии и пытается понять в чьих интересах это все делается а осознав реально сделав правильный вывод да но для этого мало знаний умный человек это человек который может из этих знаний сделать правильный вывод здесь конечно здесь здесь у нас проблема да к сожалению потому что да не только в россии в мире в принципе человек так устроен да что если люди объединяются то это в 99 процентах объединение вокруг своих экономических проблем да жильцы дома например или коллектив какого-то предприятия они собираются и говорят нас не устраивает зарплата мы знаем что предприятие богатые хозяин забирает все все а мы тут впроголод живем мы останавливаем значит работу пока не поднимут заработную плату или там условия труда не увеличат или там на переработки там значит отменят чтобы были более достойные условия и в случае если этот протест это солидарная борьба коллектива действительно нацелена победу хозяин согласится директор или учредитель пойдет навстречу он даст им эти прибавки он выполнит их требования тем самым купив их в отдельных маленьких случаях эти работники бастующие помимо экономических требований требуют каких-то небольших но политических изменений они хотят чтобы в уголовном в трудовом кодексе например увеличили ответственность за там детский труд к примеру да хотя он все законы принципе да снова и снова идут попытки вообще в принципе стереть там какие-либо ограничения или там например чтобы ответственность для работодателя за не выплату заработных платов в три раза например это круто и это правильно но это экономизм это не решить в долгую в серьезную не решит проблем это нужно и общество должно через это пройти но выше этого трудовой коллектив и трудящиеся не пойдут по-настоящему правильная цель а именно коренные преобразования вот качественные изменения которые будут нацелены не на решение проблем а устранение причины проблем вот эта мысль социалистическая коммунистическая мысль должна быть внесена в трудовой коллектив она может появиться только в результате изучения этих научных подходов и в силу того что трудящихся таких возможностей зачастую нет они заняты действительно каторжные до невыносимо тяжелой жизнью они работают по 10 по 12 часов денег в современной россии они получают настолько мало денег что они вынуждены еще на одну работаете лежит в проголодь они думают как кредиты свои оплатить ипотеки как детей накормить обуть одеть и конечно у них но нету возможности для развития вот в этом плане научном плане развития и наш с вами задача внести туда эту эту мысль эту идею потому что в случае достижения экономических побед экономической требований борьбы ситуация все равно останется поганой да может быть не сейчас да может быть она какой-то там полгодик или там пару лет существует на их условиях а потом вернется к ним даже может быть не снижением зарплат но ростом продуктов или ростом коммунальных тарифов понимаете можно ли назвать этих людей сознательными конечно безусловно они гораздо более сознательные и в таком научном плане сознательном плане они эволюционировали выше чем общественность в широком смысле потому что остальные ну просто ну ну ладно вы нам мало платить нам не хватает денег ну а чем мы можем сделать от нас ничего не зависит или это опасно или я просто боюсь или я не знаю как там куча отговорок да они гораздо более сознательные чем остальные но если мы говорим о сознательности в самом совершенном в самом передовом смысле то конечно она может быть только в результате либо изучение вот этих подходов чтобы сделать правильный вывод имея эти знания осознавая наши возможности ресурсы сделать единственный правильный вывод что трудящиеся помимо того что они бастуют чтобы мы увеличили зарплаты бастовали организовывались митинговали с целью установить власть трудового народа и вот эта политическая борьба которая будет нацелена решение классовых интересов власть конечно будет обманывать лгать там стравливать давить там административное и с точки зрения там правоохранительной системы она понимает к чему это приведет но вот осознано осознание этого пути этих целей есть сознательность самом высоком смысле